МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нам бы еще нашу корреспондинку бы приодеть. А вот как приодеть, помимо туфель, которую она сменила? Нам расскажет историк моды Анатолий Вов, который присоединился к нам в программе «Полезное утро». Доброе утро! Как приодеть и как сэкономить на этом? В секонд-хенд отправляемся? Да, сегодня мы отправляемся в секонд-хенд. И я расскажу вам 5 основных правил, которые важны для меня при выборе вещей в секонд-хенде. То есть вы также посещаете секонд-хенд? Время от времени, да. Я смотрю, прекрасный у нас тут наборчик. Штаны, милитари, ввязанный шарфик из верблюда и бабушкина шапка из соболя. Между прочим, неплохая шапка. Давайте с вами определяться, что такое магазин секонд-хенд. Для многих в нашей стране магазин секонд-хенд это магазин для малоимущих, где пахнет формалином, и где старые дырявые вещи. На самом деле это не так. Все мы знаем, что в секонд-хенде можно найти удивительные вещи. Порой, если хорошо в нем порыться и поискать, то можно найти вещи даже самых известных марок. Поэтому дорогим телезрителям и телезрительницам нужно быть внимательным при выборе одежды. Потому что порой можно наткнуться и на что-нибудь из Парижа. Так на что обращать внимание? На этикетки, на лейблы? Давайте разбираться. По катону и по лейблу. Пять правил. Итак, правило номер один. Правило номер один. Не стоит бояться запаха формалина. Если вы чувствуете этот запах, это говорит о том, что вещи прошли обработку специальным раствором. Вы ничем как минимум не заразитесь. Да, вы не принесете домой ни блох, ни вшей, ни чесотку. Это очень хорошо. Второе правило. Что можно покупать? В секонд-хенде можно покупать вещи из хлопка и вещи из льна. Почему? Потому что эти вещи можно стирать при высоких температурах. А это значит, что придя домой, вы можете быстренько это все дело затеять, простирнуть. Во-первых, вы избавитесь от чужого запаха, от запаха формалина. И будете уверены в том, что вы не будете... Носите брендовые вещи. А почему бы и нет? Если вдруг вы найдете какую-нибудь кофточку, например, от кутюр, почему нет? Между прочим, вы знаете, что есть огромное количество спекулянтов, которые приходят утром вот на эти склады, ищут вещи... Это как в советское время, да? К поставке. Мы приходим к поставке, выбираем, набираем, а потом все это дело перепродаем. А потом перепродают, потому что там все-таки есть марки. Правило номер три. Правило номер три. А первые два я пропустил, да? Я вам повторю. Правило номер три. Очень удачно покупать в магазинах секонд-хенда вещи с военной атрибутикой или военную форму. Это то, что касается мужчин. А это в моде всегда, наверное. Во-первых, это в моде всегда. Во-вторых, это удобно. Это сделано из хорошего материала. Ну, а в-третьих, нужно сказать, что такие вещи зачастую не носятся никем. То есть они поступают прямо новыми. Так поступают новыми откуда? Из магазинов? То есть не продавались они? Все дело в том, что такое секонд-хенд. Секонд-хенд приезжает к нам из Европы или же из Америки. Самое лучшее это Англия, Франция и Америка. Но порой очень трудно понять, откуда они приехали. Все дело в том, что люди приносят эти вещи, сдают их, плюс есть благотворительные фонды. А потом уже эти вещи сортируют на ветошь, на вещи, скажем, первого и второго порядка. И отправляют в разные страны такими огромными кулями, такими огромными баулами. И эти баулы уже здесь у нас раскрываются и также сортируются по магазинам, они расходятся. Поэтому не бойтесь покупать вещи в секонд-хенде. И, как я уже сказал, можно покупать одежду в стиле милитари. Следующее правило. Четвертое правило. Шерсть. Я бы не советовал покупать шерстяные вещи, кроме верхней одежды. Почему? Потому что шерсть, как мы знаем, впитывает запахи. А шерсть часто стирать нельзя. Поэтому, если вы не хотите ходить с чужим амбре или с чужим парфюмом... То есть на шерстяные вещи мы просто не смотрим. Не смотрите. Потому что шерстяные вещи, они все такие... Сделать вот с шапкой мономаха. Дойдем до мономаха. Не стоит также покупать обувь. Потому что, покупая обувь, вы не знаете, в каком состоянии находится ступинатор. Какие грибы живут внутри. И потом, когда вы примерите его в магазине, это одно. Но, придя домой, вы можете обнаружить, что вам трет задник, что вам неудобны, скажем, ступинаторы или стелька, а принести назад нельзя, никто у вас обратно ее не примет. В секонд-хенде эти правила не работают. То есть если вы нарядились в секонд-хенде, тут жмет, там трет, там мешает, собственно говоря, уже вернуть не получится. Знаете, есть такая категория граждан, которые ходят в магазины, покупают одежду, носят ее две недели, потом сдают. Да вы что? Надо воспользоваться. В секонд-хенде правило о защите прав потребителя не работает. Не стоит покупать в секонд-хенде, так же правило номер 4, нижнее белье, в соображении гигиены, и нежелательно покупать рикотаж, потому что он растягивается. Если вы не хотите выглядеть как бесформенный мешок, не покупайте трикотаж в секонд-хенде. И давайте, наконец, финальное правило, потому что времени у нас уже не так много. И пять, вот эта шапка была подарена мне, моей любимой бабушке. Примерьте же ее. Нет, я примерять ее не буду. Ну, пожалуйста. Шапка из соболей. Дело в том, что мех, кожу, можно покупать в магазинах секонд-хенда с одной целью, чтобы потом распороть эти шкурки или эту кожу использовать в отделке. Мне точно не нужно. Я предлагаю. Вот так вот я подержу. Мне кажется, очень хорошо. Ну, ладно, давай. Мои дорогие стилисты меня простят. Ой. Парикмахеры, да? Слушай, ты сразу... Ты стала похожа на участницу... Нужно ее немножко расправить. Анатолий, вы согласитесь, что она стала похожа на участницу... Что-то летит тут во все стороны. Соболь летит. Господи, я никогда договорить не... Вот не дают мне договорить. Похожа на участницу показа 57-го года... 67-го года. Модель 75, ансамбль с Саболиной шапкой. Ну вот на этой прекрасной ноте я предлагаю с вами и попрощаться. До свидания, Анна. До новых встреч. Хорошего дня. С вами был Анатолий Вовк. Редактор субтитров А.Семкин